Он освещает свою деятельность в интернете. Я начал действовать следующим образом. Я начал тестировать нишу, в которую мне стоит вписаться. Званивался я как-то неудивительно с сахаром, с обычным цикловичным сахаром, сахаром-песаком. Как я туда попал? Потому что, в принципе, изначально я позиционировал себя как человека удаленного, потому что у меня нет ни офиса, ни каких-то там средств денежных, чтобы этот офис арендовать. Или же там заплатить за какую-то партию вперед. Поэтому я голосовал с тем, что, допустим, на юге товар у нас какой-то есть, а на данном востоке его, например, нет. Ну и наоборот, как-то вот так вот действовать мы планируем. Мы, то бишь я. Теперь ты один, не было ни партнеров. Нет, ни партнеров не было. На данном-то моменте их, в принципе, нет партнеров. А изначально, когда стартапистов делал, как бы тоже никого не было. Просто вот жил идея, как бы говоря. То есть я знал, что-то сделаю. Я планировал себе день, рабочий, самостоятельно ставил себе задачи. И, в принципе, поисковик, как бы мне сам выдал аналогию песок. Он тут же и выдает аналогию сахар-песок. То есть я вижу, что спрос хорош. Почему бы не попробовать? Разместился на всех бесплатных досках и все расстабилизовал. Ты хотел песком просто заниматься, а он тебе сахарный песок выделил. Да, в этом есть курьер, то есть просто песок, сахар, песок. Я, кстати, еще оговорюсь, потому что вот после этих всех реалий у меня до сих пор щебенка с гречкой ассоциируются. И наоборот, я как бы эти слова вообще могу активно путать аромат. В принципе, неважно, на чем зарабатывать, какой-то песок или сахарный песок, но выстрелил у тебя именно сахарный песок. Да, именно сахарный песок, потому что я разместил в плане теста, то есть я не знал, я на тот момент не умел никакие сайты-визитки делать, ничего не умел этого делать. Мне нужно было, я не мог себе позволить ждать еще больше. Я просто, где я мог, разместил бесплатные привиления. Это было первое, ради этого сайта. То есть я подошел к этому и делал тоже максимально творчески, благо навыки маркетолога еще какие-то у меня присутствуют, и я сделал фотографии достаточно красочные, слил просто СНР, не то что сделал, как бы вы не думаете, что я там закупал для этого продукции, там, и специальную аппаратуру, чтобы сделать хорошо снимок. Слоган, там, короткий, емкий, объясняющий, в общем-то, суть объявления, и пошли просмотры. Благо, вот опять же, до того момента, можно рассматривать, как бы статистику. Это, конечно, не Яндекс.Дивик, там, но что-то можно как бы из этого изъяснить. Ну, то есть, как бы, твое объявление, вот, так как ты... Не осталось безответным. Да, да, да. То есть оно у тебя, в принципе, выделялось из массы серых других объявлений, из-за того, что ты что-то там сделал, например, красивую фотку поставил. То есть есть, наверняка, много техник, чтобы именно твое объявление... Ну, визуализировать товар. Да, то есть, как его грамотно подать, чтобы его можно было продать. Тот же текст. Да. Наверняка, полно фишек. Да, разумеется. Ну, я вам боюсь, что касательно данного примера, то есть, вот, вопроса Сахка, особенно оптового, вопроса Сахка, там, в принципе, никакой слоган не решит его. Просто там решается цена, там несколько другие моменты, в принципе, обсуждаются при заключении договора. А ты цену ставил? Никогда цену не ставил. Цену нет, вруб. Один раз оставил цену на сгущёнку, потому что это была вообще горячая пальца, мне тут срочно нужно было забить машину в Москву. Тоже срочно нужно было забить. Я поставил там низкую цену, вообще, даже с минимальной, ну, накуткой. Это вот выстрелило, да? Да, 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 вот. Ну, думаю, тут еще там подальше вернемся к этому. Ну, ты вообще с какими сложностями вот столкнулся, я так понимаю, и опыта не было, и денег у тебя не было? То есть, у тебя реально вот на семинаре родилась вот эта вот не мысль, а большое желание начать работать, и, я так понимаю, именно с опытом, да, иметь дело? В общем-то, конечно же, да, именно на семинарии я понял, что вот если не сейчас, то кто? Как бы вот так вот. И пошел как бы делать свое черное дело. И стали возникать вопросы, то есть, вопросов стало возникать все больше и больше, причем ты как бы дальше в это влазишь, тем больше вопросов возникает, просто рояться у тебя в голове, потому как, например, ну, система, в общем-то, закладывается следующее. Ты ищешь человека, который готов купить, а потом ищешь для него продавца, то есть вот по такой схеме. И когда тебе осуществили, вот, первый твой заказ, какая-то заявка, да, то есть она пришла тебе на почту, либо тебе позвонили, прям спросили, и прям давят на тебя своим сладким интеллектом, да, то есть, где взять такого-то сахара, и сколько он стоит, а ты получил первый-второй звонок, ты фактически не знаешь, откуда сахар вообще берется. То есть, что-то пытался поковыряться, но вот здесь конкретная задача, конкретная цена. Хочешь, не хочешь, приходится разлить цена. Нужно, да, быть, не попадать, то есть, как бы, там свои тонкости тоже есть, кто-то называет проходящую цену, прокладную, да, кто-то не называет, ну, это свои-таки нюансы. То есть, далее, хорошо, нашел ты вроде бы продавца и покупателя, потом у тебя возникает вопрос, а как же с ними работать, в рамках вообще чего ты должен с ними осуществлять, сделать агентский договор, хорошо, где его взять, там, денег на оплату. Юриста на консультацию, там, нету, то есть, что же делать? То есть, это реально вот сложность для этих убора, где взять агентский договор? Где взять агентский договор, разумеется, то есть, он же может быть каким-то специфичным, да, различным. Ни ОО, ни ЮП у тебя не было. Ничего у него. То есть, провести, как бы, деньги, все положить в карман? Ну, как бы, да, то есть, как, как, то есть, на честном слове, так и пароходы не ходят, уже понимаете. И, опять же, вернусь, человек задающийся вопрос, он всегда найдет ответ, если ему надо. Сейчас я уже понимаю, что этот рынок, он наполнен агентами, такими же, как я был в самом начале своей деятельности. То есть, буквально осенью прошлого года, тут время-то прошло. Я, попадая на агента, который, в принципе, не подозревал о моей такой же схожей с ним сущности, и я просто попросил у него, его образец детского договора для ознакомления. Он мне его отправил. Я просто-напросто переделал под себя, если ты смотришь, меня, прости, не помню твою имя, спасибо тебе, друг, но я должен ему помогать. И воспользовался этим самым агентским договором. То есть, даже так скажу, прежде чем провести сделку, я сперва подписал договор с покупателем до конца года, и уже потом в рамках него мы осуществили несколько сделок. Вот таким вот образом это все происходило. Смотри, а вот ты, как бы, начал, получается, заниматься сахаром с самого начала, а потом ты перешел еще на другие товары, да? Да. То есть, какие сделки? Они сделают, они как выходят, вот эти товары, в принципе, в одной группе. Это мука крупы. То есть, зачастую они вместе запросы делают. То есть, люди там стараются именно закупить большой объем, или же они просто пытаются узнать побольше о том или инопродукте, который мне необходим. Или сразу скидывают прайс, например. То есть, кто готов сотрудничать. Все. Вот смотришь, как люди вообще ведут свою деятельность на самом деле. И вставал следующий вопрос. Оплата, предоплата. Тут очень важный, это один из самых важных составляющих моментов. Суметь продавить того или другого персонажа. Потому что, как обычно, то есть, вот поверьте, у каждого, кто с этим свяжется, каждый будет вам рассказывать историю. Она есть у всякого, вот, такого телефонного партнера. Я боюсь платить, потому что я уже когда-то заплатил, мне деньги не вернули. Все еще там не могу вытянуть, например. Тот, кто ждет предоплату, говорит, что я не буду продавать товар без предоплаты, потому что я продал товар, и все еще мне не заплатили. То есть, такая история. И тут важно продавить этот момент, либо найти деньги. И вы знаете, вопрос, на самом деле, тоже решаем. Потому что стоит только его задать, и ответ появится рано или поздно. Пускай там другой будет интерпретация, но я вас уверяю, что можно решить. Потому что у меня был даже такой опыт, когда у меня в одной из делов был конченый тупик, просто все, вообще. Ну, просто полная амба. То есть, ты понимаешь, что цена отличная у тех и других, но нет денег. То есть, предоплаты не отдают? Да, не отдают, естественно, и получают. То есть, это был тот самый случай, когда покупатель в Иркутске предлагал мне, верно, Егор, если мы заработаем на этой сделке, ты прилетай к нам, посмотри, что мы тебе не кинем. И мы тебе оплатим перелет. То есть, вплоть до такого даже было. И вы знаете, нашлись деньги. В социальной сети я переписывался. Просто приятель написал привет перед Трагилой. Ну, привет, нормально, есть полмиллиона. Вот все это просто на ура. Вот так вот, да, как бы. И вы знаете, быстро и вы с тех пор понимаете, что если ты что-то хочешь спросить, ты должен неопределенно это сделать. Пусть, если ты не спросишь, у тебя вообще на дворе. Если спросишь, хотя бы 50-50. А этот знакомый друг, он миллионером как бы был? Вовсе нет. Причем, вот, человек, с которым я познакомился, в Уфе здесь. Мы с ним в одно время работали вместе. То есть, так не скажешь, что у него, пожалуйста, полмиллиона в кармане. Не скажешь, просто обычно приходишь, никуда не ждешь. То есть, в принципе, я бы, наверное, если бы начал там по сусекам какие-то скрести, мне бы там, наверное, отказали просто. Тут бах, то есть, я, в принципе, ничего не искал, спроси. Вообще, в принципе, как бы. Уметь кратко презентовать свою деятельность, это большой талант. Чтобы просто твои друзья знали, чем ты, в принципе, вообще занимаешься. Ну, здесь я вот согласен. Рассказывайте всем, делитесь информацией с другими. Нет-нет для выстреля. И найдутся и деньги, и возможности, и что-то еще. Это все преодоление желания моих, на самом деле. Совершенно верно. Ну, вот, по поводу сгущенки, возвращаясь. Как ты перешел вот именно на сгущенку? Ну, это просто выстрелило еще одно направление. То есть, на самом деле, вот, ты когда входишь в определенную группу, да, некоторые товари просто идут рядом. Ты начинаешь, как бы, обмениваться информацией, начнишь мониторить рынок, что кому интересно, кто что покупает. Начинаешь осознавать, что, допустим, в московской фирме, наряду с сахаром и песком, там, производство, допустим, чешмы, их еще интересует халаманская гущенка. Когда ты находишься в этом регионе, почему бы тебе не воспользоваться? Начинаешь звонить туда, поднимать прайсы. Или ты просто видишь, что есть запрос. То есть, вот ты получил прайс, видишь запрос на тот вот ряд продуктов. Понимаешь, то есть, что горох, вот нет, вот гречка в прошлом году, в одиннадцатом году родилась на Алтае. Это уже, как бы, из опыта, в общем-то, деятельности всплывает все. И ты начинаешь понимать, что где искать. То есть, что ближе, то ты начинаешь подбирать. Вот, бац, всплывает гущенка. Ну, у меня тогда такой вопрос. Правильно ли я понимаю, что основное вообще в твоем бизнесе, вот сейчас, это умение продавать. Умение продавать продукт, товар. Ром, знаешь, я тебе даже скажу, наверное, больше. Не только в моем бизнесе, а вообще, в принципе, в любом бизнесе самая важная составляющая – это уровень продаж, достаточный уровень продаж. Потому что неудачи в бизнесе основные, они, я не устал это повторять, они только от недостаточного уровня продаж происходит. Никакая там деление. Ну, это все, как бы, косвенно в бизнесе. Бизнес растет, когда продается товар, продукт, услуг. То есть, да, ты абсолютно прав. Абсолютно прав. То есть, если человек умеет продавать, то построить бизнес, в принципе, не составит ему… Разумеется. Потому что, в принципе, купить… На самом деле, если ты умеешь продавать, ты купить можешь. Вот так я даже скажу. То есть, просто ситуация заставит тебя… Разумеется, ты… Исходя из того, что нормальный продавец должен мыслить, как покупатель, он всегда по шкуку, как бы, под кожу, да, условно, влезет. Ну, я имею в виду, именно, проникнет, как бы, в его подкорку. То есть, что им надо, и, соответственно, может… То есть, так же… Ну, не обращал бы ты внимания сам, на улице, когда они чуть-чуть пытались скинуть. Там, телефон не знаешь еще. Ну, как бы, как-то реагируешь на это. Спам, вообще. Справа негатива, да. Как бы, спам. Нет, как бы… Вот, просто я не вижу вообще человека такого. Он, как бы, у меня сразу в корзину какой-то попадает. То есть, недавно в квартиру приходили люди, которые все еще занимаются этими прямыми продажами, этим маркетингом, которые демонстрируют технику разного рода, там, бутылую, или бабули. Да, абсолютно, да. Тоже бизнес расходится, значит, покупают. Просто, как бы, я вообще сразу… Я не с теми как хорошо. Ну, вот, хочу сказать, что мы как раз и решили сделать то курс по продажам. Именно потому, что, как бы, это и является основной составляющей для того, чтобы начать бизнес и преуспеть в нем. Потому что, умея продавать и зная, как это правильно делать, вы просто получаете вот тот алгоритм действий, который вам позволит заработать денег. Практические навыки и техники, которые вы будете внедрять и употреблять, тем самым вы мало того, чтобы повысить свой результат, вы еще и понизите уровень своих неудач в продаже. что, разумеется, надо сыграть своими положительную шутку. Там самооценка поднимется. Все такое. Ну, и вообще, я свой бизнес, если там позволишь, добавлю еще. Он, как бы, кроме того, что очевидно, и я имею в виду, там, позволить себе что-то, чего ты не можешь себе позволить, не имея достаточного количества денег, это еще и возможность заработать близких своих. То есть, я вот люблю делать подарки, например. А когда ты любишь делать подарки, ты должен иметь деньги для этого. Ну, вообще, все, на самом деле, очевидно. Ну, да, конечно. Вот именно почему я хочу записать с тобой, я тебе открою секрет, почему я хочу записать с тобой курс, потому что мне самому интересно получить тот опыт твой по продажи.